Доброе утро! На 12-м канале Час новостей в студии Валентина Шемякина. И вот главные темы к этому часу. Экстренная посадка сразу четырех самолетов в Омском аэропорту, что заставило лайнеры изменить свои маршруты. Гостей много не бывает. Бэрэмэ Бэлинчэн Кунэлэдэн Котлыбэс, что в переводе сатарского означает «Поздравляю вас от всего сердца со светлым праздником Сабантуй». На зеленом острове за чашкой чая собрались 3000 человек. Увидим самые яркие моменты международного праздника. Капитальный ремонт за счет государства. Пострадавшие от паводка устишимцы начали получать выплаты на реконструкцию домов. Как она рассчитывается? Прошли километры по стопам Всесибирской святыни. Это и праздник государственный. Потому что именно с этого момента мы исчисляем историю нашего Отечества. Православные отметили День Крещения Руси. И травма, несовместимая с хоккеем. «Авангард» лишился одного из самых популярных игроков. Четыре самолета сегодня ранним утром вынужденно приземлились в Омском аэропорту. Из-за сильного тумана в Новосибирске экипажам пришлось изменить маршруты. Так, борт Москва-Новосибирск должен был сесть в 6.50 в Толгопотолмачево. Но около часа кружил над городом и в итоге вылетел на запасной аэродром в Омск. В общей сложности пассажирам пришлось провести в пути больше 10 часов. Такая же участь настигла еще несколько экипажей. Они направлялись в Новосибирск, также из Москвы, Иркутска и Санкт-Петербурга. Как сообщили в аэропорту имени Карбышева, к этому моменту туман в соседнем городе рассеялся. Все четыре самолета прошли до заправки и вылетели в аэропорт Олмачево. Добавлю, что всего из-за тумана в Новосибирске этим утром не смогли приземлиться 30 рейсов. Жители Устишимского района начали получать выплаты на капитальный ремонт домов, пострадавших от паводка. Компенсация рассчитывается для каждой семьи индивидуально из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, как сообщил губернатор Виталий Хаценко, к этому дню единовременную выплату перечислили больше 8,5 тысячам человек. Еще 538 устишимцев получили по 50 или 100 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются. Бригады специалистов сушат дома. Комиссии оценивают причиненный водой ущерб. Возродили традицию. День крещения Руси в Омске отметили большим крестным ходом. С хоругвами и святынями сотни православных верующих прошли от Успенского кафедрального до Казачьего собора по улице Ленина. Шествие возглавила Великая Всесибирская святыня Абалакская икона Божьей Матери. Специально для крестного хода ее доставили из Тобольска. День крещения Руси для нашего Отечества – это праздник не только церковный, это и праздник государственный, потому что именно с этого момента мы исчисляем историю нашего Отечества. Завершилось шествие торжественной литургии на площади перед Казачьим собором. С молитвой об Отечестве и его защитниках богослужения провел митрополит Омский, Таврический, Дионисий. Ну а после для православных верующих организовали народные гуляния. На площади работали десятки интерактивных площадок. Своё мастерство демонстрировали и ремесленники. Для детей работал контактный зоопарк. Подробный материал об этом смотрите в вечерних выпусках «Час новостей». И к другим темам доверилась якобы специалистам портала «Госуслуги» и лишилась 2 миллионов рублей. Жертвой телефонных мошенников стала 36-летняя Мичка. На её мобильные пришло сообщение о несанкционированном входе в личный кабинет на госуслугах и телефонами поддержки. По указанным номерам женщине ответили якобы специалисты портала и подтвердили, что её личные данные стали доступны третьим лицам. И уже от её имени поданы заявки на получение кредитов. Чтобы определить вымышленных мошенников, Амичку отправили в банк за реальным кредитом. И после получения денег предложили перевести их на якобы безопасный счёт Центробанка. «Госуслуги предложили помощь Центробанка. Центробанк начал уже со мной работать». «Это всё разные люди были, с которыми мы разговаривали?» «Да. Что девушка, что вот этот парень, они одинаковые банки сказали, в которых были за кем-то заявки. Ну, разные люди, разные номера, значит, ну, правда, помогает мне». Следуя инструкция, мамичка получила в банках и перевела телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей. А когда в течение недели документы, подтверждающие безопасные транзакции, не пришли, она поняла, что доверилась злоумышленникам и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело, идёт расследование. Амичей тем временем предупреждают, что специалисты операторов сотовой связи, работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений. Единственное верное решение в такой ситуации – положить трубку и проследовать в ближайший офис реального банка, если сомнения всё же возникли. Чайпите с национальным чак-чаком на 3000 человек. Рекордное гостеприимство зафиксировали во время празднования международного и артежского Сабантуя. Торжество такого масштаба в нашем регионе прошло впервые. В парке на Зелёном острове развернули больше десятка этнических локаций, тарское подворье, этнодеревью и национальные игры. Самые яркие моменты в репортаже Анны Лукьянец. Дошедший к нам из глубины веков праздник Плуга – это поистине живой, неиссякаемый родник татарской культуры. И чтобы полностью проникнуться атмосферой, я надела татарский национальный костюм. И хочу сказать, что в переводе с татарского означает «Поздравляю вас от всего сердца со светлым праздником в Сабантуй». Нет другого дня в году, когда бы люди с таким удовольствием примеряли национальные костюмы и отплясывали народные танцы. Татары говорят, душа требует праздника. Под открытым небом развернулось настоящее татарское подворье. Гастрономическое достояние Чак-Чак на столе томится недолго. Гости праздника выстраиваются в километровые очереди. Ну а прямо сейчас мы стали свидетелями исторического события. А мечи и гости нашего города установили новый рекорд. Выпили 3057 кружек чая из этого большого самовара. Ну а дегустация угощений продолжается. Я, пожалуй, тоже не откажу себе в этом удовольствии. К татарским развлечениям присоединился губернатор Виталий Хаценко. Выковал глава региона и подкову счастья. Отлично. Первый международный иртышский сабантуй два года назад состоялся в Казахстане. В этом году праздник перекочевал в Омск и положил начало новой традиции. С республикой Татарстан мы договорились, что через два года будем проводить у себя, надеемся, что победим, мы станем культурной столицей в 26-м году страны. И будем проводить федеральный сабантуй 2026. В Омской области в Согласии проживают более 135 национальностей. Их дружба подтверждается и на деле. Весной, когда жители устешимо боролись с наводнением, из Татарстана в наш регион прибыли тонны гуманитарного груза. Все районы, принимая себя как это собственное горе, пришли на территории, где была большая вода. И сегодня все вместе восстанавливают наши селы, наши дома. Вот сила области, вот сила России. Нельзя прийти на сабантуй и не побороться за приз. Участники праздника залезают на столб, бьют друг друга мешками и с завязанными глазами разбивают глиняные горшки. А здесь ребята уверенно идут к победе по наклонному бревну. Внизу привязан баран. Его получит лишь тот, кто дойдет до конца и не упадет. Сабантуй без гостей не праздник. Среди 40 тысяч участников больше тысячи приехали из других регионов и стран. Сабантуй, грылья жен, сабантуй, манадиган бара. Во всей планете гремит сабантуй. Марши, военные песни и награждения на плацу Омского кадетского корпуса отгремел парад в честь 105-летней годовщины Фрунзенского училища. Согласно традициям общекомандного военного заведения, каждое торжественное мероприятие здесь всегда проходило с маршем. И вот спустя долгие годы на плацу чеканят шаг выпускники разных лет. Дважды краснознаменное училище выпустило маршалов, генералов армии, кавалеров и героев Советского Союза. Их именами гордится вся страна. Отмечу, что училище было открыто в начале 1919 года, а в 1999 году реорганизовано в Омский кадетский корпус. Это самые счастливые годы нашей жизни. Становление нас и как граждан, и как мужчин, и как офицеров состоялось именно благодаря вот этим четырем годам обучения вот здесь, вот эта наша земля. Здесь есть спортивный комплекс, здесь есть прекрасные аудитории, столовая, здесь есть тир прекрасный. Вот. Был полевой лагерь, львы не воруса, правда, сейчас не используют. То есть все было для того, чтобы готовить нормальных, настоящих мужчин, которые будут защищать отечество. И о спорте. Омский авангард лежился Владимир Ткачева, предположительно, на полгода. Как подтвердил генеральный менеджер команды Антон Курьянов, нападающий Владимир Ткачев на индивидуальной беговой разминке получил травму. Ему уже оказана необходимая медицинская помощь. Однако сроки восстановления зависят от индивидуальных особенностей организма. Таким образом, авангард начнет сезон без одного из ключевых игроков. И последнее. Мечей приглашают провести ночь в зоопарке. Уникальную акцию организуют Большеречи. В программе показательные покормления хищников на закате, викторина и творческие выступления. Под открытым небом устроят выставку насекомых и обитателей террариума. У каждого вольера мечей ждут увлекательные истории и общения с животными. Скучно? Точно не будет. Итак, необычная акция в Большереченском зоопарке состоится 3 августа. Начало ночной экскурсии в 19 часов. Желающих просят записаться заранее. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Вкус и польза. В каждый дом завод «Милком» отмечает юбилей. Вот уже 10 лет торговые марки «Лужайкино» и «Утренняя зорька» радуют и мечей высоким качеством товаров. В производстве используется только натуральное молоко высшего сорта. Новинки традиционно презентовали на выставке «Агро-Омск». Чем удивляют гостей в нашем материале? Этот нежный вкус ни с чем не перепутать. Молочный завод «Милком» ежегодно радует натуральной продукцией и удивляет своими новинками. Презентуют линейку традиционно на «Агро-Омске». Гости готовы отстоять длинную очередь, чтобы попробовать лакомство. Для компании «Милком» это юбилейный «Агро-Омск». Нам в этом году 10 лет. Мы радуем омечей вкусными новинками под торговой маркой «Утренняя зорька» и «Лужайкино». Участники агровыставки могут не только продегустировать молочные продукты, выпущенные на самом современном заводе в Сибири, но и запечатлеть момент. Фотозона ждет омечей. Покупаем, любим. Очень нравится ваша зона. И корова вообще замечательная. И продукция ваша. Йогурты очень вкусные. И творожок покупаем. И молоко. Все очень нравится. Вкусно. Не оставили без внимания и самых маленьких. Для них молочный бренд подготовил целую игровую комнату под открытым небом. Детей заинтересовали интерактивные задания на меткость и ловкость. Мне очень понравилось собирать пазлы. Очень интересная лазилка. Кидать кольца тоже интересно. Здесь очень хорошо детям. Лужайкина всегда отличалась хорошим качеством и добрыми традициями. Завод «Милком» и в дальнейшем будет радовать и мячей уникальными разработками. А приобрести продукцию торговых марок «Лужайкина» и «Утренняя зорька» можно в магазинах по улице Граничная 59 и Мира 68. Я люблю Лужайкина! И о погоде. Завтра 30 июля в Омске переменная облачность дождь. В ночное время плюс 12, плюс 13. Днем 15-20 градусов выше нуля. В районах переменная облачность дождь. Ночью плюс 11, плюс 13. Дневная температура до плюс 17. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Далее смотрите подкаст «Гуджоп». Увидимся в 14.00. Субтитры подогнал «Симон»!